13% населения Таджикистана живут в нищете. Светлана Ганнушкина. Облавы, выдворения, избиения, фальсификации уголовных дел. Всемирный банк подготовил доклад, согласно данным которого, 13% населения Таджикистана являются нищими. По данным Всемирного банка, 13% населения Таджикистана живут за чертой бедности. Причем, с 2009 года данный показатель практически не изменился, а уровень бедности составляет 31% по стране. В подготовленном в рамках новой стратегии сотрудничества банка с Таджикистаном докладе сообщается, что Всемирный банк определил порог бедности в 3 доллара 10 центов в день на человека. Таким образом, тот, чьи расходы в день составляют менее указанного, признается бедным. А за чертой бедности находятся те, кто тратит в день менее 1 доллара 10 центов. По оценке Всемирного банка, до 2014 года основным источником дохода многих таджикских семей были денежные переводы трудовых мигрантов. Но с кризисом российской экономики, когда многие мигранты лишились работы и были вынуждены вернуться на родину, доходы многих домохозяйств в Таджикистане сократились. Собеседники Хабархо и жители Таджикистана, вернувшихся домой с трудовой миграцией в России, на условиях анонимности сообщили, что экономическая ситуация простого народа серьезно ухудшилась по сравнению с предыдущими годами. На рынках торговли нет, многие предприниматели сокращают сотрудников, число безработных возросло в разы. Особенно все это ощущается в маленьких городах, сетуют люди. Он у нас абсолютно абсурдный и сумбурный, он абсолютно бессмысленный. Председатель комитета гражданское содействие и известная российская правозащитница Светлана Ганнушкина рассказала в интервью CAAN о положении мигрантов из Центральной Азии в России и влиянии последних событий в стране на них. «Мигранты не подвержены радикализации», считает правозащитница. «Я не сталкивалась с радикализацией мигрантов, а только с возрастающим страхом перед полицией, националистами и вообще населением и ситуацией в России», заявила она. «И здоровью». Светлана Ганнушкина также прокомментировала теракты, произошедшие в Санкт-Петербурге и последовавшие за этим травлю мигрантов из Центральной Азии. «Все выбраться из Центральной Азии». Думаю, что пока доказательств этой версии нет. Напротив, есть большие основания подозревать фальсификацию. Регулярные облавы, суды, выдворения даже при наличии необходимых документов, избиения, фальсификации уголовных дел, главным образом по обвинению в экстремизме, подложенном наркотикам и оружию. Прогнозирует усиление давления со стороны властей на трудовых мигрантов-правозащитница. Продолжение следует... Продолжение следует...